Добрый день. Новости на телеканале Югра. В студии Илья Райшев. Главные новости к этому часу. Бюджет Югры прибавил более 8 миллиардов рублей. Коррективы на текущий год утвердили сегодня на свидании окруженной думы. Отмечено, что увеличение казны произошло за счет налоговых доходов и безвозмездных поступлений. Причем на последние пришлась основная корректировка. Прибавилось почти 7,5 миллиардов рублей за счет поступления средств программы сотрудничества. Траты югорского бюджета увеличены на 19 миллиардов рублей. В итоге план по доходам в 2024 году составит 348 миллиардов рублей, по расходам 396 миллиардов. Наибольшее увеличение финансирования придется на окружную госпрограмму строительства. Бояться увеличения дефицита не надо, потому что, как правило, к концу года за счет перевыполнения доходной базы бюджета мы дефицит всегда гасим. Если говорить о основных направлениях, на которые направлены эти дополнительные финансовые ресурсы, в первую очередь я бы выделил это строительство. Порядка 9 миллиардов рублей выделено на эти цели. Из них, например, полтора миллиарда выделено на строительство школ в наших муниципалитетах. Дополнительно выделено более 4 миллиардов рублей на строительство моста через ОПЕ в районе Сургута около полутора миллиардов. Получат муниципалитеты на снос ветхого и аварийного жилья. 3 миллиарда рублей выделено муниципалитетам на покупку зданий, детских садов, школ и учреждений культуры. Более миллиарда рублей получат Березово на ремонт взлетно-посадочной полосы. Еще один важный транш из бюджета – 4 миллиарда рублей для оказания помощи участникам СВО и их семьям. Муниципалитеты Югры готовятся к общероссийскому голосованию по выбору территорий для благоустройства в 2025 году. На голосование заявлены 40 общественных территорий из 16 муниципалитетов Югры. Три из них в Сургуте – это парк на улице Республики, парковая зона в микрорайоне 20А, а также территория экопарка Засаймой. Данные объекты будут участвовать в голосовании, которое пройдет с 15 марта по 30 апреля на портале 86 город Среда.ру. Муниципалитет оплатит лишь 20% от стоимости работ, а оставшиеся 80% выделит федеральной и окружной бюджеты. Перед проведением голосования по формированию комфортной городской среды будет созван общественный совет, на котором будут все предложенные объекты проходить обсуждение при необходимости учитывать те или иные мероприятия по объемам работ. И после утверждения уже будет проведено голосование, на котором жители смогут утвердить тот или иной объект. Обновление в городах Югры происходит благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», созданному по решению президента Российской Федерации. За последние пять лет в округе появились 302 современные общественные площадки. Именно жители Югры решают, какие объекты привести в порядок в первую очередь. В прошлом году в голосовании приняли участие 117 тысяч югорчан. Югорчане за два месяца этого года отправили 4000 адресных посылок военнослужащим. Для сравнения, за весь прошлый год было передано 5000. Напомню, адресные посылки передаются солдатам из рук в руки. Чаще всего это отправление от родных и друзей с необходимой экипировкой, любимыми сладостями и личными посланиями, дорогими сердцем. При этом сотрудники гуманитарного добровольческого корпуса отметили, что в марте приостанавливают прием личных отправлений солдатам. В связи со сложностями в организации доставки лично в руки. Прием возобновят, когда только все бойцы получат уже переданные посылки. Очередную партию адресных посылок и гуманитарной помощи жителям, военнослужащим и в госпитале отправили накануне из Сургута. Общий вес 4 тонны, всего две фуры. Одну из них дозагрузят в Екатеринбурге, где недавно открылось подразделение гуманитарного добровольческого корпуса ЮГРИ. Гуманитарный груз доставят в ДНР, ЛНР, Бахмут и недавно освобожденную Авдеевку. Мы туда еще не заходим, потому что территория еще не до конца разработана, скажем, и безопасно. Но ребята наши уже в сторону Бахмута едут с концертами, по крайней мере, уже для военнослужащих поддержать. И ждем, чтобы можно было зайти непосредственно уже и работать в Авдеевском управлении. Гуманитарная помощь туда уже отправляется. Да, гуманитарная миссия. Мы туда еще не зашли, но помощь уже отправляется. Поменял сцену на зону боевых действий. В преддверии 8 марта в ЮГРУ приехал известный гардемарин Михаил Мамаев. С начала МСВО оставил свою актерскую карьеру и отправился в зону специальной военной операции, чтобы рассказывать о событиях от первого лица. Своё первое образование он получил в МГИМО, окончив кафедру журналистики. И уже больше года снимает репортажи и документальные фильмы в ДНР и ЛНР. В ЮГРУ известный актер и режиссер встретился с активной молодежью. С курсантами военной кафедры Михаил поделился особенностями пребывания в зоне боевых действий. Рассказал, как военная действительность меняет человека. Любой человек, как бы он ни готовился, оказавшись там, должен будет совершить некое преодоление самого себя. Даже там, где он этого не ожидает. Нужно будет научиться сутками иногда не спать. Нужно будет научиться спать, не обращая внимания на гремящий рядом где-то грохот канонаду. Нужно будет научиться отрешаться от самого себя и не впадать в панику, когда ты находишься в безвыходных ситуациях и кажется, что уже ничто тебе не поможет. Михаила Мамаева зрители нашего канала помнят не только по роли Гардемарина. Он исполнил главную роль в приключенческом фильме «Золото Югры», который снимался при участии окружной телерадиокомпании «Югра». Михаил Мамаев признается, что не мыслит себя актером, пока идет спецоперация. Потому путешествует по стране с просветительской миссией, рассказывает об особенностях военной журналистики, делится впечатлениями. Просто мне хочется пожелать, чтобы вы занимались серьезной журналистикой и не забывали о том, что в конечном итоге любая информация – это человек. Самое интересное в жизни – это человек. Он делает информацию, он создает события. И вы учитесь тому, чтобы об этом написать. Пишите об этом интересно, и вам будет интересно жить. Общая беда объединила. Энергетики и газовики Сургута провели благотворительный матч, чтобы собрать помощь, деньги на лечение двухлетней Майи Ароновой. Родители девочки работают в городообразующих предприятиях. Маленькой пчелке, как называют Майю, сургутяне в начале марта диагностировали агрессивную форму рака, лечить которую готовы взяться израильские медики. За считанные часы горожане помогли собрать средства для депозита в клинике. О том, как Сургут снова не бросает своих, в материале Ольги Придохи. Майи Ароновой, два с половиной года. В начале марта маленькой сургутянке поставили страшный диагноз – рапдомиосаркома влагалища. Это редкая и, как говорят врачи, агрессивная форма рака. Буквально сразу родители рассказали о своей беде. И она вмиг стала общей. Принять ребенка на лечение вызвалась клиника в Израиле. Чтобы попасть туда, родителям маленькой пчелки необходимо было внести на депозит около четырех с половиной миллионов рублей. Деньги собрали за 9 часов. 5 марта Майя с мамой Любовью Орловой вылетела в госпиталь. Еще раз хотела сказать спасибо всем откликнувшимся. Это просто чудо какое-то на земле, что столько людей остались неравнодушными к судьбе нашего ребенка, к жизни нашего ребенка. Это все вселяет для нас, конечно, огромную веру и надежду. Спасибо вам. Спасибо. Предварительный счет клиника Израиля выставила это в 18,5 миллионов рублей. На помощь семье пришли предприятия, где работают родители. Сергей Газовик, Любовь, Энергетик. Буквально за несколько дней коллективы компании договорились о благотворительном матче. Его провели вчера. Все вырученные средства направят на лечение ребенка. Этот матч – это еще одна возможность привлечь как можно больше людей. к этой ситуации, чтобы показать, что мы вместе, что Сургут своих не бросает, что вот эта победа, кому бы она не досталась, я сегодня предложу участникам, чтобы они посвятили ее маленькой сургутской девочке, которая начинает борьбу с таким страшным заболеванием. Такие события сплочают. Вы сейчас видите на площадке очень много классных ребят, спортсменов, которые в своей обычной жизни являются инженерами, программистами, бухгалтерами, рабочими. И сегодня они на площадке соревнуются в такой хорошей дружеской атмосфере, для того, чтобы привлечь внимание как к развитию спорта, так и к такому благому делу, как сбор средств в поддержку ребенка. В Сургуте они уже собрали на помощь маленькой пчелке около 10 миллионов рублей. Окончательная стоимость лечения будет известна после полного обследования. Девочка уже в Тель-Авиве. Вчера врачи взяли все необходимые анализы. Врач, которого там назначили, тоже имеет очень огромный опыт. Это его направление. И мы рады, что вот именно его назначили. Без поддержки народа, так скажем, людей, вообще было бы никак. Я это как бы признаю и очень сильно ценю. Без вас бы мы не смогли просто. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут. Сотрудники отдела ГИБДД Сургутского ОМВД поздравили автоледи с наступающим международным женским днем. Югорские полицейские поддержали всероссийскую акцию «Цветы для автоледи». Небольшая растерянность дам сменялась приятным удивлением, когда полицейские дарили им цветы и говорили приятные слова. Помогали сотрудникам юные инспекторы дорожного движения. Школьники сами изготовили открытки. Помимо поздравлений, они напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Отряд ЮИД первого лицея является старейшим в городе. Он был образован в 1996 году. Помимо 8 марта у лицеистов есть и другие просветительские акции. И в честь этой акции мы хотим подарить вам праздничную открытку с правилами дорожного движения для мам-водителей. Безопасных вам дорог и дорожек! С наступающим 8 марта! Спасибо большое! Разрешите я вас поцелую. Мам, Малборожье! У нас есть акции «Мамы ролят». Это вот каждый год при двери 8 марта. У нас есть семейный патруль, который выходит каждую субботу по графику определенной школы, отряд. И у нас есть штаб, руководителем которого является Марина Константиновна Пахаренко. И она курирует нашу работу. У меня на этом все о развитии событий в следующих выпусках. Далее на телеканале Югра прогноз погоды и коммерческая информация.